Доброе время суток, меня зовут Дина, вы можете звать меня просто КПД. Сейчас я где-то в Малайзии и расскажу вам, почему лучше не убирать себе жену среди путешественниц. Первое. На тебе реально мир не сошёлся к Ливе. Ну, я про то, что она посмотрела уже мир и знает, что мир намного шире, чем один только ты. А ведь так хочется быть чьей-то вселенной, особенно если ты видишь её в своей вселенной. Второе. И она реально не может долго сидеть на одном месте. То есть, если ты не домашний мальчик, то она будет сводить тебя с ума, потому что за стенках она сама сходит с ума. И вообще её дёргания могут реально раздражать. А ведь так и надо хочется расслабиться вечерком, освободить голову после долгого трудового дня. Ты же всё-таки устаёшь, а она этого не видит, не понимает. Третье. Ещё она умеет убегать. Извините, привычка. Мы, женщины, очень терпеливые существа, но до поры до времени. Если ты сильно обидишь путешественницу, то она просто смотается от тебя. То ли дело не путешественница. С такой можно меньше следить за собой. В общем, просто меньше прилагать усилий для того, чтобы её удержать. Ты же всё-таки в первую очередь человек, а не бог. У тебя тоже есть свои тараканы. Четвёртый пункт. Она уже откуда-то сбежала? Ну, например, от тяжёлой жизни, раздата в семье, не той страны. Ну, и прочих каких-нибудь проблем. Просто подумай, тебе действительно нужна такая радикально недовольная? И не значит ли это, что у неё порог терпения намного ниже, чем у непутешественницы? И это пятый пункт. Она слишком много знает того, чего не знаешь ты. Просто будь готов иногда чувствовать себя чуточку ущербным. И все бы ничего, но это не пройдя нормального мужика чувствовать над собой превосходство. Тем более слабого пола. Шестой пункт. И ты не поверишь, но из этого следует, что тебе много придётся над собой работать. Вообще-то, конечно, в любых отношениях надо работать в интересах своего спутника. Но тут есть опасность, что она настолько увлечена своими интересами, что ей будет вообще не дотворить. И тебе тогда придётся много сделать для того, чтобы увлечься её интересами или увлечь её своими интересами. Ну, в общем, ты меня понял. Седьмой. И ещё её могут не порадовать те подарки, которые кажутся недостаточно практичными. Ну, вот, например, она может не оценить его широкого жеста, похода в ресторан, дорогой, с классной обслугой, едой и всего такого. Ведь эти деньги можно было потратить на гречку. На много килограммов гречки, спальник, палатку или куда-нибудь съездить. На маршрутке, например. Жить с практичной женщиной очень удобно. Но порой всё-таки немножко пустовато. Восьмой пункт. Она очень активна. И ей всё время куда-то надо, и не туда, куда тебе. Девятый. Она очень общительна. Очень. Просто, понимаешь, для того, чтобы путешествовать, ей приходится говорить. Да-да, представь, из-за этого может быть куча у тебя проблем. Ну, она привлекает к себе внимание. При этом ты как бы остаешься в тени. Ты ревнуешь. Ну, или, может быть, тебе не всегда самому интересно её слушать. Тебе иногда хочется побыть одному, собраться с мыслями. Она всё не замолкает и не замолкает. Десятый пункт. Ну, и, наконец-то, я хочу поговорить с тобой о детях. Собираешься ли ты продолжить свой род? Сходится ли у вас точки зрения о системе воспитания детей? Ну, или, может быть, ей вообще с её стилем жизни не до воспитания детей? В общем, лучше не связываться с путешественницей. Только если ты сам такой же путешественник. Тогда испытай удачу и в добрый путь. И с вами была Капыдинка. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok